Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. И сегодня я хочу рассказать вам по просьбам моих подписчиков об этой палеточке. Я вот ей накрасилась сейчас, но если вы останетесь со мной, вы увидите меня умытую, как я начинала краситься. И вот такая вот палеточка, которую я заказывала в Америке, такой кошелечек, вот с такими вот цветами. Здесь можно сделать как дневной, так и вечерний макияж. Ну вот мы попробуем, и я вам покажу, какая она. Заодно и сама ее впервые попробовала. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, вот они тени. Здесь очень много цветов. Я буду делать средний макияж, ни дневной, ни вечерний, ну может быть даже ближе к дневному. Использовать давайте попробую эти кисточки. Кисточку заодно проверим, которая здесь. Для начала я нанесу вот этот вот цвет. Он такой средний, как бы, да, из этих всех. Он такой средний. Для начала мы сделаем, чтобы не ошибиться. Кстати, новый вариант, вот как у меня написано, да, что для начала я в моих мейкап-уроках, как я все делаю, я вот так вот смотрю вперед, да, и делаю, как бы, линию продолжаю для того, чтобы поднять глазик. Недавно я так посмотрела, что, в принципе, можно делать и так. Эффект один и тот же получается. Просто вот, вот это вот века, который у нас, да, неподвижное, мы его закрашиваем. Видите? В принципе, когда мы открываем глазик, то получается, что у нас вот оно и вытянулся глазик вот сюда. Ну, это сильно светлый цвет. В принципе, неплохо ложится. Его можно также нанести на подвижное веко. Сейчас мы возьмем с вами цвет потемнее. Уголочки, да, я снизу. Уголочки, да, красиво. Мне, кстати, очень нравится, как ложится. Давайте на подвижное нанесем блестященькое. Вот я смотрю, цвет такой вот здесь блестященький. Сейчас я его нанесу на подвижное веко. Будет он блестящий. Вы знаете, особо не отличается от вот прям здесь блестками, но я не вижу этих блесток. Я не сказала бы, что цвет какой-то другой. Просто он вот такого цвета. И все. Вот подвижное веко мы нанесли. Давайте сделаем еще более темнее. Я попробую вот этот самый темный цвет. Я нанесу в уголки также. Продолжение следует. Видите, я особо не заморачиваюсь. Я всегда растушевываю все потом. И получается довольно-таки хорошо. Цвет довольно темный, насыщенный. Теперь пальчиком помогаю растушевать. Вот как видите, да, мы сначала с вами нарисовали и сейчас. Это уже, конечно, вечерний более вариант. Вот у нас. То есть палеточка эта как раз-таки может служить для дневного макияжа и для вечернего. Теперь возьму другую сторону и нанесу белый цвет. Вот светленький в уголочки глаз. Под бровки. Все бровки мы с вами еще не накрасим. Сейчас мы с вами накрасим бровки. Использовать я буду прекрасный карандаш. Вот для русых девушек, у кого русые, да, волосы. Это Vivienne Sabo карандашик в цвете 002. Он просто, у него реально русый цвет. И можно прям не бояться даже, да, смело им так мазать, красить. Где-то вылезет, если ничего страшного. Лично под мои он идеально подходит брови под цвет. Его даже, ну, не видно. Не видно, что я как бы крашу карандашом. Так, накрасили бровки и нанесли под бровки, чтобы вылечить глазико. Дальше мы с вами берем тушь. Будем использовать Vivienne Sabo, Кабаре. Который делает эффект накладных прямых ресниц. И давайте используем какой-нибудь из набора, который у меня бы тоже вам показывала. Блеск. А вот они, блески. Сейчас. Использую какой-нибудь нежный цвет. Розовый. О, использую такой вот цвет. Вот она у нас. На цвет, ну, такой розово, как дымочкой сделан. Дымкой серой. Кстати, губная достаточно приятная. В отличие от палетки, которые вам, может быть, показывала. Может, нет. В Reflame заказывала. Они липкие прям губы. А здесь губы прям приятные. Карандашом контуринг я делаю очень редко. Ну, вот и все. Вот наш мейкап готов. Вот такая вот палеточка. В принципе, я очень довольна. Ей можно взять как дневной макияж, так и яркий, вечерний, как сейчас. Вот. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Увидимся в следующем видео. С вами была Селена Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok